Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестрички, всем желаю радоваться, веселиться и возрастать во всякой благости, праведности и истине. А самое главное, в познании, то есть в соединении с Господом нашим и Богом, сущим над всем, и неизменным, и в мыслях, и в слове, и в делах, и в воле своей. Творце нашим благом и Создателем, имя которому одно – любовь. Любовь эта явлена, по-моему, всем непрекровенно, да, и понятна. Это в кресте Господнем. Во всех, конечно, благодеяниях, от начала сотворения мира, ну и заканчивая крестом на земле. И уж я не говорю о том, что действительно проповедью, проповедью в Аде, пусть это великого благочестия тоже тайна, но нам о ней кое-что известно. Давайте Господу нашему помолимся, и я кое-что поговорю. Господи, Иисус Христос, Господь мой Бог наш, сущий и неизменный в слове Своем, благой Родитель наш, Творец и Создатель, любеобильный промыслитель, заботливый врач, нежный и любящий Отец, защитник, абсолютный учитель, податель, податель и источник всякой жизни, всякого начала на земле, и причина всякой радости. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, спасибо Тебе за все. Благослови эту трансляцию, устаговорящего, уши всех слушающих и блаженной руки всех печатающих. Да прославишься Ты, пришедший воплоти, Господь мой и Бог наш, и в последнее время распявшийся, добровольно отдавший жизнь свою за жизнь мира каждого из нас. Да будет уповать на Тебе все народы, ибо в воскресении Твоем явлено Твое божество. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос посреди нас, братья и сестры, всегда был, есть и будет. Помните это. Весь смысл жизни – жить, просто жить, свободно и счастливо. А жить свободно и счастливо без Христа невозможно, ибо Он Творец, Он Источник, Податель всякого блага. Жизнь – это время, это время подвига, так назовем, жизни. Конечно же, есть и скорби, и печали. Но надо все преодолею, как говорили великие божьи светильнички, во укрепляющем в меня, Иисусе Христе. Я хотел продолжить тему духовного возраста и остановить свое внимание. Вот как мы знаем, в жизни есть, когда дети становятся юношами, не юношами, или как сказать, девицы. Я все время забываю, как правильно сказать, что девушки молодые. Я хотел бы этот период обозвать, и все, наверное, знают, такое известное словосочетание, как юношеский максимализм. Это все мы знаем, когда человек действительно начинает чувствовать. В принципе, человек начинает, это связано с плавозрением, наверное, уже, это лет, у кого раньше, у кого позже, там 12, 13, 14, 15, 16, ты вроде бы еще и не взрослый, ты вроде бы еще несовершеннолетний, а вроде бы ты уже и не ребенок, вроде бы ты что-то родителям показываешь свое я. Более того, ты можешь настолько показать свое я, что есть, вы знаете, печальные случаи, когда дети, уже вот юноши, подростки, кончают жизнь самоубийством, да, ну или какие-то совершают страшные поступки в таком возрасте, да, то есть, потому что, как бы, уже способны к каким-то действиям. И вот это, вот это осознание себя, вроде бы, не яйцом, а курицей, да, но при этом, находясь еще в яйце, человек совершает очень часто глупые поступки. Я думаю, что все мы это помним, все мы это сами проходили, и, в принципе, таков закон жизни, таков вот это брожение. И вы знаете, вот этот период юношеского максимализма я бы в духовном плане обозначил, вот когда Господь, вот в книге Откровения, мне правда нравится, когда он уже второй церкви говорит, что вот, говоришь, называешься иудеями, то есть, христианином, христианином, да, то есть, тем человеком, которым обещался твердо жить по единственной Божьей заповеди любви к ближнему, а на самом деле являешься не членом экклесии, тела моего, да, Господь говорит, церкви мои, а сборищем сатанинским, то есть, членем этой, этой, даже не организации, а тела сатанинского, да, то есть, собрания сатанинского, сборища сатанинского, Господи говорит, синагога, там стоит греческая, и вот вы знаете, мы действительно после покаяния, это вот вам образ, но так и есть, после покаяния, я сам это прошел, да, почему я так говорю, и сейчас, глядя на других, причем, я говорю, это же все духовное, да, как и в телесном, мы бывает видят, ведь Господь таким промыслом мир создал, что мы познаем, мы видим, что вот есть такие болезни разные, что старческий вот этот, маразм, или как он, помните, когда забываешь, забываешь, что хотел сказать, да, как это, сколероз, да, вот эти болезни, они бывают от детства проявляемые, какие-нибудь там ДЦП, неразумие, аутизм, да, вот этот, насколько я знаю, он может проявляться, разные болезни, человек может обратное развитие пойти и в 12, и в 15 лет, или, как говорится, застояться в каком-нибудь, у нас в дворе был такой, то есть был мужчина с виду лет 40, да, сам как ребенок, бегал вот этот с детьми, то есть он залип в каком-то состоянии, где-то, где-то в 8, лет так 10, наверное, так, насколько помню, вот, то есть он даже не дурак, его звали дурачком, а он не дурак, он просто залипший на уровне ребенка восьмилетнего, я, кстати, думаю, что родители с ним, теперь я понимаю, не были так несчастливы, потому что есть и пострашнее, правда, детские болезни вот эти, где, вообще ничего дети не понимают, ну, вот какие-нибудь, я не знаю, я не шибко в этом соображаю, ну, в смысле, профессионально, чтобы говорить, произнося какие-то наименования болезни или еще что-то, а вот по-простому с вами объясняюсь, как дилетант, как обычный человек, да, и вот он-то был не дурачок, он был обычным ребенком, но взрослым, да, то есть ему, наверное, тогда, теперь я, я же сам был ребенком, мы, правда, уже подростками были, ну, что я там понимал, я говорю, даже в 15 лет, ему так по возрасту, я помню, он же брился, все там, то есть ему было, он такой был мужик, это был мужик лет 40, но он был на уровне 10 лет, вот, но никакой там, да, знаете, ничего не, то есть он все соображал, его обижали, вот он, а так он любил, он со всеми игрался, но он игрался, вот, судя, мы же определяем его духовно, не духовно, а вот этот психический возраст, залипший внутри ребенок, с кем он игрался, он игрался, да, где-то вот лет 8-10, то есть догонялки, мячик, вот, все, чуть выше он уже не мог, хотя я видел, как люди с ним, кто нормально разговаривал, те же самые родители, да, и все, он нормально воспринимал, и теперь я понимаю, что я с таким человеком общался, у нас, кстати, в деревне такой тут тоже вот есть, хоть я тут недавно живу, тоже есть вот такой, среднего такого, у него что-то там с умом, но он здравый, хотя ему уже лет тоже там под 50, он вот в храм ходит, там его пристроили, ему там что-то дают, вот, у него тоже какие-то болячки, и вот, вот этот я к чему все веду-то, вот это вот мнимая праведность о себе, это вот это вот юношеский максимализм, это вот это, что Петр говорил о том, что вы, как мне всегда, его слова почему-то так я чувствую, потому что, во-первых, действительно, хорошо, что они немного писали, хорошо, что и Павел много написал, хорошо, что там и Яков, Петр и Иоанн так немножко написали, что мы в этой кипе не помираем, что это не какое-нибудь вот такое вот предание в 25 тысяч вагонов по земному шару, по экватору, да, всяких умных-умных ученых книг, великих мужей, а что у нас действительно вот такой вот небольшой новый завет, причем человеку достаточно до спасения и Евангелия, и уж вот именно тех же самых посланий там Якова, Петра и Иоанна, уже вот так вот все понять, что смысл жизни в одном, в уподобице Богу в любви, и в этом и счастье, и спасение, и радость, и все, и жизнь. И вот у Петра, как он говорит вот в этих, во втором послании, в начале с 1 по 11 стих, я всем говорю, внимательно читайте, обращайте внимание, посмотрите на моем сайте, как я это выделил, чтобы это действительно у вас отложилось, вы увидите, что это вот такая вот великая мудрость, все, что он понял, предсмертные его, так скажем, завещания, завета Евангелия, вся чистота, и все правильное понимание духовное Евангелия. Вот, и он говорит, что вот именно кто вот, да, понял это, что причастниками божеского естества исполняешься любовью, делаешься, и тебе открывается свободный вход в Царство Небесное, каким образом? Отвергаясь греха по вере, некогда приняв веру, равную драгоценную для всех, мы в вере нашей проявляем братолюбие, да, то есть любовь к людям. Таким образом мы причащаемся к божескому естеству, а мы исполняемся любовью, как он говорит, братолюбие, любовь является внутри сердца, и таким образом мы и сами входим в это Царство, и Господь в нас входит, потому что это Царство Сердца, оно Богу открывается, и Он туда входит, да, вот, то есть все эти образы, он говорит, что по простой схеме жизни мы, поверив когда-то в это, живем любовью, и Он говорит, что в ком есть это и умножается, тот вот не остается в познании плода, в познании, не останется без плодов, и, то есть опять одни образы, это плоды, то есть это вот уже дух совершенства, в познании, то есть в соединении со Христом, то есть это брак образ, потому что познание, Адам познал Еву, все эти образы, вот эти все образы евангельские, библейские, он перечисляет, и говорит, что путь один, это все образ жизни, как Господь, путь истины и жизни, вот это все, что это жизнь-то, это вот познание, соединение, причастие, вхождение в царство, и впускание в себя, впускание в себя Бога, это все вот жизнь, а путь, он сказал, истина, это вот есть все это, и жизнь, и радость, а путь один, в вере показывая человеколюбие ко всем, а в ком, говорит, нет этого, и кто забыл, говорит, об очищении некогда своих грехов, тот, говорит, слеп, а слеп, и тот же самый образ, говорит Иоанн Богослов, заметьте, эти образы одни и те же вначале, он говорит, Бог есть свет, и нет им никакой тьмы, и говорит, кто в любви пребывает к брату, тот пребывает во свете, а не любящий пребывает во тьме, и не видит, куда идет, опять образ слепого человека, естественно, евангельский, вы помните все время, даже не просто образы, символы, настоящие слепцы, и вот, кто будем читать с вами Новый Завет на христолюбе вместе, я вам покажу, что все время это прозрение слепых идет реально после того, когда его отвергают уже полностью, это вот образ, как говорится, отрисание праха, но Господь им говорит, как бы, что вы видите, имеете глаза и не видите, когда он там все мертвых воскрешает, все, там всегда вот это воскрешение после вот этой трагедии, трагедии отречением человека Бога, вот, и вот вы знаете, мы вот те, кто наоборот поверили вроде бы в Христа, начали какую-то жизнь, всегда сначала покаялись, начинаем подвязаться в любви, я почти всех людей, кого встречал, с кем общался, все так делают, действительно, вот это Бог касается человека, входит в него семечком, возможно, человек рождается, игры начинает, многие, может быть, и не рождаются, такая семечка, по Божьей притче, и словам, действительно, умирает в нем, кто-то не проходит этот период вообще брожения, отвергает Бога в оконцовке, не выходит из этой пустыни, из этого чрева, из этой земли в виде семечка и в виде дома, да, вот, так все это и загинается, сатана уносит это семечко, некогда посеянное Богом от, от, от голоса Божьего, вот, ну, а кто вот выходит, многие загибаются и потом, это вот то, что Господь и сказал в притче, что, заботы житейские, но это в общем он сказал, а он говорил, неотягчай, что пьянством ваше сердце, да, попечением, все вот этими, все это, а дырки он говорил об эгоизме, и знаете, вроде бы кажется, можно из грешника вот такой период сатана придумал, так скажем, действительно, он все равно, как и сказано о Господе, Высшем Испусе, что сатана оставляет его до времени, он всегда с ним, как бы, как язва с нами, всегда, как жало в плоти, как Павел говорил, всегда, Бог никогда свободы не лишает человека, и вот мы из грешников, к сожалению, превращаемся в сатанистов, прямо вот в этих подростковых максималистов, я прав, я умнее всех, я все сделаю по-своему, все вокруг хуже меня, это вот, вот прям вот это вот, да, что человек действительно в этом состоянии, может совершить все, что угодно, и все, и мы вот из грешников, сатанистов, мы начинаем превзноситься над всеми, что над внешним миром, и что еще хуже, так и над своими же братьями, начинаем друг другу учить что-то, Господь сказал, не будет учить брат-брата, он уже познал Бога, у него есть такое же Евангелие, как у тебя, такое же сердце, как у тебя, умное причем, он меня принят, я его веду тем путем, каким на него для лучших, нет, мы друг друга мозг вынесем, ты еретик, ты грешник, да кто нас, Господь, разве ставил друг над другом, какими-нибудь судьями, учителями, обличителями, не ставил, мы сами на себя натягиваем эту сатанинскую маску, судить, учить, обличать, запрещать, лишать, изгонять, наказывать эпитемьями, не давал тебе Господь этого права, нет этого в Евангелии вообще нигде, у апостолов из частных случаев нахватались и нарезали там, да все то, что там порой сделано, не подходит к конкретному человеку, ты его завтра накажешь, он застрелится, у тебя кровь будет на руках из благого дела творимая, Бог лучше тебя знает, Он знает его каждое движение сердца, что с ним сейчас делать, Бог без тебя на него эпитемью наложит, такую, что мама не горюй, наше дело, когда Бог будет накладывать эпитемью, воспитывать человека, для того делать, чтобы мы являли как бы любовь Божию, когда человек обезумен, наше дело любить, любить и любить, даже грешников самых, а Бог их воспитывает, не мы, мы уподобляемся Отцу Небесному в любви и подаянием всего потребного для жизни и веселья, вот он сказал, уподобьтесь Отцу Небесному в чем, а не в наказании, убийстве, как в Ветхом Завете и Егове там приписывают все смертные грехи, да это люди все творили, Бог тут вообще ни при чем, сердца обезумевшие, ожесточенные, окаменевшие, умы ослепшие, шеи задеревеневшие или зажелезнежие, как сказать-то, ожелезневшие, железные шеи, как Господь все время говорил, вот этот период ужасный, вы посмотрите на христиан, на нас, на себя самого, вот я смотрю, мерзость одна, сборище сатанинское какое-то, вместо того, чтобы Господь говорит, любовь между, люди внешне даже не видят, они никогда не говорят, ради нас имя Божье хулиться-то, мы друг друга ненавидим и съедаем, как просто нечисть какая-то, за какую-то истину, хотя истина есть Бог, Бог есть любовь, Бог за тебя распялся, Он руки никому не отсушил, и кстати, в образе Егови, даже Каину не отсушил, ни руки, ни ноги, когда он пошел, Авеля убивает, как же люди не поймут, что весь этот, вся эта история ветхозаветного человечества, где типа Бог там всех наказывал, да никого Бог не наказывал, Бог есть любовь, Он лишь показывал трагедию того, когда человек в своей гордыне все время надмивается, именно перед Богом, кстати, и Бог идет у него на поводу типа того, в этом вся трагедия человечества, думать, что я умнее Бога, не так это, посмотришь на Новый Завет, на Христа, ведь Христос есть Бог, Он сказал, вы думаете, и ковыряются в этой бумажке, сшили, сделали культ из Библии, и уже такое ощущение, что уверовали не в Христа живого, а в бумажку, как будто ее Христос с неба, как Аллах, уже приписывают, этот, Мухаммед никакого Корана даже не писал, все это прекрасно знают, его потом написали, и вот, чтобы ему авторитет передать, сказали, что он Мухаммед его передал, и у нас то же самое, уже Христос скоро будет так, что это Христос Библию написал, сидел и строчил целыми днями, хотя, слава Богу, пока до нас дошла информация в Евангелии никто не исковеркал, Писание настолько не извратил, что Христос, как сказано, ничего в жизни не писал, один раз мы видим на песке, я специально писал, чтобы тут же растворилось пальцем, ну, такое ощущение, что скоро извратят так, что окажется, что Христос Библию написал, причем, кстати, в синодальном переводе, сразу, сразу она была написана в синодальном переводе, Иисус Христос, поэтому каждая буква там святая, от первой до последней, жесть вообще, у иудеев 613 заповедей, а у действующих христиан я и перечислить боюсь, сколько, сшили столько, что там уже и перечислили, а у так называемых православных и католиков, да и у всех мастей протестантов, потому что у них просто покороче этот период, они просто 16 веков выкинули, но сделали свою систему из своих отцов, своих учителей, а у тех, так я вообще молчу, сколько заповедей, там, наверное, не 613, а 613 тысяч заповедей уже человеческих, такая страшная беда, я смотрю, это просто ужас, мы уверовали, мы познали любовь Божию в том, что Христос, воплотившийся Бог, пришедший воплоти, отдал себя даже всеми благодеяниями, еще и жизнь свою отдал воплоти, показав, что он абсолютная любовь, никому не отомстил, он же Бог, он сказал, я могу призвать 7 легионов ангелов, хотя мы видим по его деяниям над природой, над бесами, что это лишь образ, все эти ангелы, и что мы знаем вон из Библии, что достаточно одного ангела, чтобы вон 185 тысяч померло за секунду, помните, как из этого ассирийского войска при царе Язеке, да уж и Богу, нужны ли эти ангелы, сказано для внешних людей, как мы всегда теперь понимаем, он вон буря спокойно повелевает, говорит, умолкни, перестань, она перестает, ему много, все ему подвластно, он Бог, или сущий, одно и те же слова, бытие, логос Божий, сам Бог, что ему надо-то, и вот это страшный период, когда мы из грешников превращаемся в сатанистов, я даже по-другому, надо сказать не смогу, потому что праведник, самоправедник, вот этот фарисей евангельский и настоящий тот, который жил и сейчас, наверное, живут, и теперь христианствующий фарисей, ой, это что-то страшное. Вот я всем желаю этот максимализм духовный, юношеский перерасти, братья и сестры, кто родился, кто зачался, кто родился, кто с горем пополам до него дорос, развился, кто меня услышит, кто себя трезво оценит, я вас умоляю, станьте половозрелыми невестами Христовыми, а невеста Христова подобна Христу, кроткая, смиренная и всех любит. Вот какая душа Христова, невеста Христова, член его церкви, точно такой же, как и он. Он сказал, я во плоти, путь истинной жизни. Он никому, ни одного греха не поднял, не опозорил никого, ни перед кем. Мы готовы все помои вылить друг на друга, это христиане, головы рубят друг за истину. Вот эта инквизиция всех времен и народов во всех масках и обличьях и до сих пор есть национализм этот, патриотизм так называемый, чистой воды национализм. Сама мысль о том, что ты принадлежа какой-то, ведь ты от одной крови со всеми людьми на земле, как Бог специально по плоти тоже сделал. Не сразу миллион людей, а потом они плодятся, от одной крови, чтобы чувство братства было во всех. И оно есть, мы видим в истории человеческого, это мир, братство народа, всегда было. Это нормальное чувство, потому что мы действительно все на земле две руки, две ноги, к одному роду относимся, к роду человеков. И ничем не лучше него, этого американца, китайца. Культура тебе чужда, да, так она разная, и ты сам себе в голову вбил, что она хуже-то. Он там живет, и ничем ее хуже для себя не ощущает. А если ему что-то претит, голосу Божьему, да, это и там, и у них косяки есть, и у нас, что могут действительно в культуру внести то, что противо даже божеского естества, против естества человека, против естества любви, как та же самая садамии во всех временах было. Да это все и так известно. Но что этого нет в каких-то народах, это во всех есть. В Израиле это было. Колено Вениаминовым все стало педористическим. за что его собственные братья и вырезали. Никто об этом знать не хочет. Избранный народ-то. Великое избрание. Нездоровые нуждаются врачи, а больные. И вот это вот страшный период. Страшный период. Он из грешника. Мы думаем, о, вот грешников, Бог, они все в аду будут. Нет, в аду будут не грешники, а сатанисты. Это те, кому много далось, вот с тех много спросится. Вот это по образу земного, это именно вот этот возраст. Это хорошо, что мы доросли до этого возраста и можем действительно созреть до брака, до пира со Христом. Но надо вот вырасти и понять, что и мама, и папа умнее тебе. Поэтому Господь так творил и ты так должен творить. Всем и неблагодарным и злым. Никого не обижать. Творить даже ненавистникам, да. Все вот это злословие, облегчение, суждение, это все вообще не от Бога. Как же люди не поймут-то? Бог так не делал. Посмотрите на Христа. Ну вот так я вот хотел. Это как бы понятные этапы жизни. Возрастание, да, когда идет брожение, самосознание, юноша. Мы все с вами, знаете, почему легко говорить о жизни, потому что мы все ее проживаем. Я думаю, многие прекрасно слышат, о чем я говорю. Вот это юношеская гордыня. Мне море по колене, как потом у пьяного, может быть, человека. Потом, когда уже ты это перерастаешь, и можешь вроде бы здравым человеком, действительно, вот эти пьянства придает. Кто выпивал, знает такое чувство. Вот у юноши такой же. Я прав во всем, я мне море по колену. Все кругом дебилы. Мы любим потом тоже по юности все эти тусовки собирать, какие-то сбиваться в кучки. Дети-то, они настолько простые, а когда вырастают уже подростки, уже не простые, уже кучка на кучка, уже по интересам сбиваются. Вот и мы так же. Христиане такими не должны быть. Вот. Зрелые христиане, конечно же, должны все это перерасти. Взрослые люди, вы же прекрасно понимаете, потом вырастаешь, сам смеешься над тем, какие ты был, какие брожения жизни проходил, жизненный опыт. А у кого же есть дети, я вообще молчу. Это еще вторая, как говорится, жизнь. Вот у меня нету, да, а я знаю, меня слушают, я общаюсь с достаточно взрослыми людьми, сильно взрослыми, да, у кого и дети, даже внуки есть. То есть мы еще раз это видим, мы уже ощущаем ту боль потом на себе, когда тебе дети противоречат, вот именно. Ну, я как-то говорил, такую мысль, знаете, мне Бог, наверное, потому семью немой этот промысел, потому что я и без так, без этого понял, что я неблагодарная семья была родителем, и неплохой сын, как я это говорил, и все прочее. Поэтому мне Бог детей не дает, чтобы я это на своей шкуре не испытал. Что мне это и не надо, я это и так все понял, да. А вот, может быть, вообще детей Господь дает тем, что вот это нужно понять. Отца Небесного почувствовать, как Он там боль чувствует, да, грубо говоря, по-детски он сейчас опять рассказывает. Бог, конечно, не страдает и не радует, так скажем, от наших ни грехов, ни добродетелей. Вот. Но людям это нужно. Мне кажется, мне это и так открыто, и это не мой путь просто. Вот. Так что вот так вот. И я вот желаю всем вам, мои братья и сестры родные, младшие, старшие, там уж сами решайте, перерасти этот духовный максимализм, духовный юношеский максимализм и сделаться нормальными невестами Христова, нормальными зрелыми, половозрелыми, и в уме, и по телу одновременно вырасти. Стать действительно такими, как он. Как он сказал, будьте, поступайте в этом мире, любите всех, как я возлюбил вас. Надо всегда смотреть на Евангелие, как он делал, как он поступал. Вот что ему делали, как он отвечал. И то надо не забывать, все-таки он еще был Бог. Есть вещи в Евангелии, которые он делал и не учил так делать, а он сказал, сотворите и научите. Есть вещи, которые он делал, как Бог. И это не надо нам делать-то. Он, если 40 дней реально не ел и не пил в пустыне, он не говорил это всем делать. Это был лишь образ, символ вот этого зачатия. В земле разложение семечки, во чреве матери, когда зародыш развивается, фундамент, который заливается для строительства дома, невидимый пока над землей. Это лишь образы. Он не сказал в точности, поэтому это лишь символ. Да, у каждого, может быть, он, может быть, даже в реальности так проявляет, человек уходит из мира, даже физически, так скажем, на какое-то время. Но опять не факт, что он уходит на 40 дней. Многие на год уходят в себя, на два, на три. И не обязательно ничего не едят, но едят скудно или еще что-то. Выбирают сами. Это лишь был такой символ. Поэтому такие вещи есть в Евангелии, надо их четко понимать. А есть, где Господь говорил прямым, сам делал и говорил прямыми словами. Это очень важно понять-то. Ну, наверное, все, я так попытался мысль, я думаю, что вы поняли, о чем я. Это вот эта вот праведность таких христиан, да, вроде бы зрелые люди. Действительно, понимаешь, человек сейчас еще чуть-чуть вырастет, он либо был хорошим действительно ребенком духовным христианом, уж лучше был таким неофитом, да, который чувствует свою греховность и всех любит. Уж в таком состоянии туда отойти. Либо, правда, надо вырасти. А вот отойти в сатанинском состоянии вот этого боковатого юноши или девицы, да, вот сейчас, знаете, там всякие группы смерти есть там, вот это что? Только человек в таком состоянии мог на многое. Жестокость какая бывает у подростков. Вот это вот. И мы видим вот такие же духовные есть люди. Это прям печально, да. Это вот прям, вроде хорошо, что он это взрослый, это уже юноша, ты радуешься о его возрасте, что ему 14-15. Надо вспомнить, как мы сами рашим и растем. Скоро паспорт получим. Это хорошо. Но вот, конечно, страшно будет в этом состоянии залипнуть. Как вот эти вот всякие по природе мы видим по телу, Бог посылает такие людям. Это вот беда. Ну все, давайте поблагодарим Господа и будем прощаться. Господи, Иисус Христос, Господь мой Бог наш, Творец наш и Создатель, Заботливый Родитель, Слава Тебе, Спасибо Тебе за все, за всю любовь Твою, всегда к нам проявляемую, за то, что Ты создал нас, родил нас на этой земле и по телу, и по духу, всех христиан. Слава Тебе и Спасибо за все, за то, что ведешь нас непрестанно, взращиваешь нас, воспитываешь наш своей любвеобильной отеческой рукой. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Спасибо за все, все Твое благословение, Твое чудное воспитание всегда на всех нас, любящих Тебя, алчущих и жаждущих познания Тебя, любвеобильных христианах. Слава Тебе, Господи, Слава Тебе. Ну все, мои родные, любимые, братцы и сестры, я с вами прощаюсь. Все мои адреса, о канальчиках наверху, контакты для связи внизу, а полезные ссылочки на мои каналы, на плейлисты всегда справа. Пока-пока.